Ансамбль «Песнеры» – один из самых популярных в 70-е годы и сейчас собирает полные залы. Правда, это обновлённый состав. После трагической смерти в 2003 году бессменного руководителя ансамбля народного артиста СССР Владимира Мулявина, коллектив возглавил его друг и соратник Леонид Борткевич. А совсем недавно у «Песнеров» появился и новый солист – белорусский певец Андрей Еронин. Конечно же, мы чтим традиции, то, что сделал великий Мулявин. Но, тем не менее, мы смотрим, что происходит сегодня в музыкальной индустрии и какие-то, очень осторожно, но какие-то музыкальные фишечки в аранжировке пытаемся, скажем так, внедрять. Почитатели из разных уголков Ульяновской области съехались на концерт любимого ансамбля. Настоящие ценители живого звука и в некотором роде народной музыки. В том смысле, что большинство песен, можно сказать, ушло в народ. Ностальгия, которая, скажем так, по этим песням, по старым, она, в общем-то, присутствует. Давно мы их любили и смотрели, и друзья решили пригласить на их концерт. С удовольствием идем. Давно не были на их концерте. Решили, что надо возобновить встречу. Ансамбль в нашей молодости. Поэтому нам очень нравится. Знаменитые шлягеры пели всем залом. Секрет такого музыкального долголетия ансамбля раскрыл Леонид Барткевич. Я считаю, что это школа Мулявина. Что это сделал все Владимир Георгиевич в свое время. Вот это у нас атмосфера. Голосоведение. Его все эти аранжировки. И если что-то случается, я всегда думаю, а как бы Муля поступил здесь. И тут же сразу находится выход. Сразу. То есть как будто он стоит до сих пор рядом. Я считаю, что это в его гениальности все. С мулявинскими традициями песниры продолжат радовать своих слушателей. В планах прославленного ансамбля новые концерты и новые песни. Мария Сафронова, Александр Абрамов. Весть. Ульяновск.